Дорогие друзья, 94-й псалом из книги Текили мы разбираем сегодня. Немного толкований на этот псалом. Вообще этот псалом пели левиты в четвертый день недели во время жертвоприношения в храме, потому что на четвертый день были созданы солнце и луна, и в будущем написано, что Бог будет взыскивать с тех, кто поклоняется им. Что из таких толкований есть по этому псалму? Вообще общее толкование, это что мстить нельзя и что месть это удел Всевышнего, мы не должны даже просить его о мести. Он сам все сделает, и чем глубже мы это понимаем, тем лучше для нас. Какая сгула есть от врагов и соперников, чтобы Ашем за нас решал все эти проблемы, чтобы мы не занимались этим. Читать 32 раза написано в Шимуши Текили Макадмон, и это действует очень сильно, это для победы над врагами. Что еще сгулана для победы над врагами? Отдельно от псалма, это в смысле другая, это произнести этот псалом в понедельник, это день разделения вод, и это день возникновения раздоров, споров, при этом написано, что если человек стоит лицом на северо-восток, это действует лучше. Что еще? Большая сгула для солдат. Для тех, кто мобилизован, написано, есть такое, это приписка сюда просто, тоже для победы над врагами, подойти к женщине, не родственнице, одолжить иголку или булавку и пообещать вернуть, прикрепить ее на одежду человеком к себе, и написано, что она будет, как бы, ну тянуть тебя, вернуть. Это так, отступление. 94-й псалом написан, поможет, всегда помогает людям для вразумления противников, доброжелателей, то есть, чтобы они все-таки в какой-то момент почувствовали то, что ты хочешь сказать. Вообще рекомендуется читать, когда к тебе относятся с неприязнью, с ненавистью, помогает этот псалом. Есть еще одно толкование, которое я толком не понимаю, я просто вам говорю, что написано, что этот псалом читает против ненавистников, находящихся на юге, когда с юга. Но это такое, опять-таки, мистическое. Ну вот, пожалуй, все по этому псалму. Брахава от слаха. Ну вот, пожалуй.